Всероссийская научно-практическая конференция противодействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде прошла в Москве 15-16 сентября. Она объединила деятельность, казалось бы, совершенно разных направлений образования и антитеррористических структур. Организаторы конференции Департамент образования города Москвы, Московский институт открытого образования и Московский государственный институт международных отношений МГИМО. Активную поддержку в организации оказали аппараты Национального антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии в городе Москве. Тема данной конференции очень актуальна. Она актуальна была и в прошлом году, в годовщину десятилетия бесланской трагедии. Актуальна сегодня, я думаю, на ближайшую перспективу достаточно острые, необходимые и важные вопросы, которые обсуждаются на таких конференциях. Широкий охват, география участников, масштабы организации не оставляют сомнения. Тема конференции важна и актуальна. 59 регионов страны, 500 участников и одна общая цель – предотвратить вовлечение молодежи в экстремизм и терроризм. Сегодня много было представлено практических доработок, которые есть в субъектах Российской Федерации, за которыми, в общем-то, наверное, и приезжают сегодня сюда для того, чтобы послушать и посмотреть, а что нового появилось сегодня. В первый день работа конференции велась на пяти площадках. В формате круглого стола участники обсудили проблемы патриотического воспитания молодежи, предотвращение вербовки молодежи в экстремистские и террористические сообщества, говорили о повышении квалификации учителей и о том, что сегодня важно разработать актуальное научно-методическое обеспечение для педагогов. Рассказали об опыте работы за рубежом, выявили методики, которые могут быть применимы в России. Докладчики предложили сотрудникам антитеррористических структур работать совместно с учителями и школьными психологами, а именно проводить встречи со школьниками, студентами и обсуждать насущные проблемы в процессе живой беседы. Сегодняшняя конференция, на мой взгляд, будет способствовать укреплению этого взаимодействия, повышению эффективности тех профилактических мероприятий, на которых она оцелена. Думаю, что в дальнейшем нам удастся защитить наше подрастающее поколение, наших детей от пагубной радикальной идеологии насилия. На пленарном заседании участники конференции подготовили итоговую резолюцию. В своем выступлении заместитель руководителя департамента образования города Москвы Игорь Павлов отметил, что все рекомендации и наработки, которые нашли отражение в итоговой резолюции, не останутся без внимания. В рамках первой части пленарного заседания доклады представили заместитель председателя комитета Государственной думы России по делам национальности Ирина Белых, заместитель руководителя аппарата национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин, ректор Московского института открытого образования Алексей Рытов. Ценность этой конференции как раз в том, что я вижу ее профилактической и своевременной, эту конференцию. Те тезисы, которые были с прошлой конференции в Москве, мы их использовали реально в курсах повышения квалификации. Надеюсь, что вот такой характер профилактический она будет иметь и дальше, не являясь конференцией, которая тушит пожар. По результатам работы организаторы мероприятия опубликуют сборник с лучшими докладами. Взаимодействие, системная организация, оценка эффективности и регулярный контроль – это и есть решение многих вопросов, подытожили участники конференции.